привет вселенная это сергей ульянов сегодня все еще 3 сентября 2002 года 9 34 pm по калифорнийскому времени и этот выпуск у меня посвящается возвращение группы тату я долгое время думал снимать мне это видео или нет такая достаточно личная для меня тема длиной практически все же во всю жизнь до прошу прощения и потом подумал кому снимать эту историю если эти этот эту реакцию если не мне столько лет так много я провел до мыслях об этой группе слушая эту группу посвящая свое время этой группе ну и да так получилось что я познакомился и поработал создателями группы тату с леной кипер с вами шаповаловым и я думаю что самая прекрасная возможность сейчас об этом рассказать и поделиться всеми этими историями сегодня вообще я думаю что так как за последнее время произошел такой большой прирост новой аудиторию на моем канале я думаю что стоит рассказать чуть больше о себе мне 34 года я родился и вырос в минске я музыкант и актер и много лет проработал в качестве маркетолога в беларуси и в начале этого года получил предложение по работе в украине и переехал накануне войны вот вместе с началом войны я эмигрировал из страны и через долгих пять месяцев переездов нашел свое место в сша где сейчас подаю заявку на убежище по двум причинам к гей и как человек который ищет политическое убежище в том числе и я сначала подумал а как может быть как может быть связаны тема моей ориентации политическое убежище с группы тату но сейчас я понимаю что это 2 очень вполне себе связанные истории и в принципе далеко ходить даже не надо понятно почему я так получилось что группа тату сопровождала меня практически с самого детства и уже выросло целое поколение которому лет столько же сколько и группе тату которые никогда не были у них на концертах и это для меня очень забавно ощущать что я уже настолько видимо стар я стар я супер стар я сегодня в маке мятая поэтому я не буду делать на ней акцент не погладил я ее для этого видео но кстати ее сам себе этот принтер распечатал на этой маечке и вожу ее с собой вот по всему миру как как талисман и кстати говоря еще у меня с собой один талисман час я вам покажу это вот эта кассета все это единственное что у меня осталось из моих артефактов связанных с группой тату у меня было много всего разного в том числе этом сингл я сошла с ума который я купил в 2000 году еще когда это не было раритетом хотя я за ним мне пришлось поохотиться в общем что хотел сказать получилось так что когда группа тату появилась и стала широко популярной мне было мне было 13 лет я как сейчас помню что я читал журнал кул и ехал в троллейбусе почему-то очень хорошо я помню как я ехал в троллейбусе и читал о том что юли волковой 15 лет лени катиной 16 лет и а мне 13 я думал что мы почти практически ровесники я такой же как вы я хочу быть вы вы меня понимаете и я вас понимаю и есть в какой-то момент я тогда еще даже совершенно не подозревал ничего о своей ориентации ну точнее как подозревал но моя моя любовь в группе не была никогда с этим связана и в тот момент когда там спустя пару лет когда я уже определил со своими предпочтениями я думал так все-таки группа оказала какое-то какая-то когда влияние на меня или или это я сам ее притянул к себе в свою жизнь для того чтобы как-то принять себя что ли побыстрее скажем так мне повезло я был даже однажды на концерте группу тату в 2006 году по моему это был 2006 год когда проходили съемки фильма юэндай в москве это был бесплатный концерт не помню в каком это было месте но очень хорошо помню что ехал я на этот концерт автостопом из минска в москву это была очень такая прикольная история и и обратно из москвы в минске тоже ехал автостопом после этого концерта тогда я впервые услышал песню little people да в то время когда тату были на пике своей популярности 2000-2001 год и приезжали с концертами в минск я ни разу ни разу не ходил на их концерты действительно не было денег и ну как-то я там себя отговаривал думаю о том что 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 там они будут петь у них всего 9 песен я не буду ходить на концерт ради 9 песен сколько сколько же раз я потом кусал себе свои губы вспоминая эту историю о том как я пропускал эти концерты получилось так что я был одним из таких прямо самых ярых ярых сумасшедших тех самых туманов которые все в интернете находили качали собирал все журнал я собирал все журналы все статьи я мог там купить журнал ради маленького какой-то заметочки говоря уже о плакатах мы в 2002 году мы мы ходили с подругой по книжным ярмаркам где продавались журналы из-за рубежа всякие там вива браво польские немецкие журналы где выходили статьи и плакаты стату и мы ходили на эти выставки иногда даже воровали эти журналы потому что не хватало денег мы там как-то или плакаты вырывали из этих журналов чем да клиптоманы были юные я был один из тех людей которые послушал сначала пиратский альбом групп тату и я очень хорошо помню этот альбом нас не догонят с неоновой такой до надписью но я себе выбрал не его я выбрал себе альбом который звался скажи зачем просто потому что на нем была фотография вот трак лист был той же самой и я достаточно долгое время не знал я очень много слушал этот пиратский альбом первую версию там песню зачем я до который там где-то так легко далеко улетела печаль что прошло то прошло и тебя мне не жаль и помочь в эту ночь обращайся и однажды я помню когда я стоял на балконе и разговаривал со своей подругой по балкон из соседнего подъезда у нас не был балкон на одном этаже она внизу во дворе проезжала машина и из нее играл песня нас не догонят в беларуси я поясню было очень мало телеканалов и не было ним тиви не стс и узнать о том что вышел клип на песню у нас не догонят я мог только из журналов видимо на тот момент еще какие-то журналы не выходили или так подробно следил но суть была в том что когда песня нас не догонят во дворе зазвучала я подумал что это ремикс потому что на кассете была песня была версия демо версия песни там где было снег по ладоням снег по ладоням только скажи только без смеха мне без тебя не куда ехать только скажи встречная наша мы убежим мы им покажем и когда заиграла вот эта песня нас не догонят я подумал что это ремикс я такой еще я как сейчас помню я сказал подруге о какой-то ремикс уже придумали на песню ремикс какой-то и буквально через там пару дней может быть или на следующий день я уже не знаю я зашел в магазин на господи какой магазин я пошел на рынок кассеты продавались в киосках тогда покупались продавались кассеты и в киоске на рынке я как сейчас помню появилась кассета 200 повстречный вот та самая кассета и я взял ее я не мог я смотрю и там вроде написано зачем я то есть я думаю вроде же есть песни скажи зачем почему там зачем я написано в общем из новых песен там было по моему только а да я полчаса песня там называлась 30 минут я подумал что это очень странно и из новых песен там по моему было только мальчик гей все остальные названия мне казались уже знакомыми известными я купил эту кассету только ради как красивого буклета и этот буклет конечно меня он не давал мне спать прям ночами я себе представлял когда выйдет эта книга про тату когда в общем я очень погрузился в эту историю которая была расписана буклете я пытался разобрать там вот эти письма которые были якобы написаны там лена и юлии там кому-то из родных отправленные и фантазировала об их жизни что было золотое время когда для артистов не кажется вообще идеально время когда мог получать информацию об артисте только условно раз в неделю из своего любимого журнала и как-то жизнь артиста была окутана тайной и это позволяло так много находиться долго дольше на плаву до создавать загадку вокруг себя какую таинственность и мне кажется вся аудитория охотно в это погружалась в эту тайну хотелось разбираться хотелось гадать если между ними отношения или их нет я слушал эти кассеты по утрам я помню потому что у меня были в общем я жил с отчимом и с мамой мне не разрешали в общем слушать магнитофоны поэтому я слушал его слушал магнитофон у меня очень уходил на работу в пять утра мне нужно было или в шесть а мне нужно было уходить на учебу в семь я вот промежуток шести до семи слушал эту кассету утром и и я очень хорошо помню своих чувствах свои впечатления и конечно этот альбом ну как бы перевернул все мое сознание потому что во первых я услышал новые версии песен я не мог понять что такое чтобы что выходило до видимо дэма я еще тогда не знал что такое дэма на общем первоначальные версии и наверное в этот момент я вообще влюбился в музыку мне кажется что благодаря тату я прошу прощения я полюбил музыку в целом и как-то вот погрузился во всякие эти версии разные да создание каких-то ремиксов ну то есть я прям стал мне кажется благодаря вот этим огромному количеству версий которые выходили на на этих пиратских сборниках я стал меломаном большим и я так скажу в какой-то момент мне почему-то показалось что я понял про эту группу все где-то я вот наверное нужно сказать том что в 2002 году я впервые вошел в интернет я очень хорошо это помню перед этим я тогда в 2002 году в журналах писали описывали как выглядят сайты артистов это сейчас звучит максимально смешно чем ты покупал журнал чтобы посмотреть как выглядит сайт артиста потому что то прям выходили разборы да вот как я сейчас делаю разбор да на группу тогда вот выходили разборы на сайт и до этом со скриншотиками да как и как выглядит сайт я очень хорошо помню этот день когда я зашел в интернет зашел на сайт группы тату и в этот момент как началась моя любовь к интернету и вообще в целом дизайну и к рекламе к маркетингу я достаточно быстро прохавал все это как все это работало у меня был любимый сайт tatusite.net это был мой любимый форум на котором всегда выходила самая свежая информация на котором всегда были какие-то невероятные инсайдерские какие-то разборы какие-то все первые дэмки там появлялись и я был прям сумасшедшим фанатом меня там даже блокировали потому что я писал там все время капсом большими буквами и прям признавался в любви круглосуточно у меня ник там был сперва татутик если я не ошибаюсь типа маленький тату мальчик татутик да а потом я себе сделал по моему никнейм тату бой да потому что был англоязычный сайт tatugirls.com я себе взял тату бой вот в общем я достаточно быстро понял что я не очень хочу с ними знакомиться самими девчонками вот но я подумал что этот проект сделан невероятно круто и мне очень захотелось познакомиться с создателями этого проекта в какой-то момент мне стало понятно что они не встречаются друг с другом прошло ну может быть года два или три перед тем когда меня это начало доходить и когда я понял это я решил познакомиться с создателями вот здесь сейчас уже спустя года я понимаю что вот в этом и заключалась моя вот это вот моя внутренняя вот эта вот тяга к созданию до творчества то есть я не чувствовал себя поклонником как будто бы лена июля я чувствовал себя поклонником продюсеров этого проекта я прям считала гениями и благодаря интернету в 2002 году я узнал о том что в проекте была такая девушка как лена кипер которая написала песню да ты сошел с ума она же я не глотаю до которая стала песней ничья и благодаря интернету я в 2002 году познакомился с творчеством группы ничья я очень хорошо помню что началось творчество группа ничья со скандала с группы тату или на кипер которую лишили всех авторских прав на эту композицию публично в сми долго пыталась отстоять свои свои права осудилась и даже угрожала что если чтобы что вообще в принципе может запретить группе исполнять эти песни вот и я помню что я одно время очень сильно очень злился на этот счет хотя я понимаю что это абсолютно невыгодно автору запрещать исполнять свои песни потому что автор будет всегда получать авторские авторские отчисления от песни поэтому запрещать исполнять песню вот кстати недавно был тоже якобы якобы скандал что с сергей голаян сказал что запрещает хочет запретить лени июля исполнять свои песни абсолютно понятно что это пиар был, потому что Сергею Галаяну очень выгодно, чтобы эти песни исполняло как можно больше, чтобы этих, как это называется, трибьютов было как можно больше, чтобы как можно больше артистов перепевали эти песни. Вот. И авторские, так как он автор, приходили ему еще больше и больше и создавали все новые и новые волны успеха старых композиций. Вот. Ну, в общем, в какой-то момент я понял, что у меня есть огромная возможность побольше узнать о группе, о том, как она была устроена, о том, как что там происходило внутри, как создавался этот проект, как, в общем, узнать эту продюсерскую кухню, я подумал, что, как я подумал, что для того, чтобы узнать что-то побольше о группе Тату, нужно как-то сделать так, чтобы обо мне узнала Лена Кипер. Я сейчас это честно абсолютно рассказываю, я, по-моему, Лене рассказывал эту историю, потому что началась она так, достаточно неискренне, да, я подумал, я так, как маркетолог, я подумал, как я могу привлечь внимание Лены Кипер к себе, как я могу заслужить ее внимание, общение с собой, и я подумал, в это время были очень модные фан-клубы, то есть это сайт группы, и я знал, что если ты являешься, там, условно, директором фан-клуба в городе, то когда группа приедет на концерты в этот город, то у тебя обязательно будет возможность с ней встретиться. Я подумал, что нужно мне сделать фан-клуб группы Ничья, для того, чтобы познакомиться с Леной Кипер, а потом у нее выведать все секреты про группу Тату, и узнать, как вообще это все происходило, узнать какую-то кухню, узнать, как создавались песни, вот, и начиналось все так, да, достаточно неискренне, но я хочу так сказать, что вот так, во-первых, я стал веб-дизайнером, благодаря этой затее, я после этого начал создавать сайты, и с Леной Кипер мы, кстати, по сайтам тоже вместе работали после этого, но суть в том, что вот так вот из этой уловки потом действительно моя вот моя затея переросла в настоящую любовь в группе Ничья, и мы я прям стал прям огромным поклонником творчества Лены, Олега Борщевского, и да, мой план сработал, к сожалению, группа Ничья гастролировала не очень много, и не очень часто, и до города Минска они так и не доехали, но в 2004 году я встретился с Леной Кипер уже в Москве, в офисе компании Universal, сейчас я так рассказываю, это звучит очень претенциозно, вот, но, чтобы вы понимали, мне было 19 лет, я был горький подросток, у которого не было вообще абсолютно никаких, в общем, я был просто, просто, в общем, каких-то прям амби, ну, не, амбиции были, но, в общем, это было все очень, очень, ну, в общем, я был прям подросток-подросток, и для чего я поехал в Москву, Лена Кипер на тот момент уже начинала заниматься своей продюсерской деятельностью, не только как продюсер своего проекта «Ничья», но еще и как продюсер нескольких других групп, в том числе «Ромашки», «Художник», да, и она пригласила меня для того, чтобы как вообще, как мы познакомились, давайте я сначала расскажу о том, как сработал мой план познакомиться с Леной Кипер. Я создал этот сайт, и сайт был очень классный, я сейчас говорю без лишней скромности, он претерпел несколько изменений, у нас был отличный форум, и из-за того, что я был очень сильно вовлечен и заинтересован группой «И Тату, и Ничья», у нас на сайте выходили постоянно какие-то новые статьи, новые обновления, информация, которая не была на официальном сайте, что привлекало к форуму на моем сайте «Ничьягрупп.ком». Огромное большое количество аудитории, и эти люди до сих пор еще со мной поддерживают связь, с некоторыми меня связала судьба, и на сегодняшний день я вот здесь, в Америке, тоже поддерживаю связь с одним человеком, с которым я познакомился благодаря этому форуму. И, в общем, на своем сайте я обозревал не только группу «Ничья», но и всех участников этого коллектива, Алексея Хардрама, Сергея Карпухина, Юлия Осиной, Фридман, и других-других-других людей. И благодаря тому, что я обозревал многих музыкантов, у нас всегда выходили какие-то новости, и сами музыканты выходили ко мне на связь, в том числе, однажды я нашел у себя в почте письмо от Алексея Хардрама, да, который, автор ремиксов на песне «Тату», именно вот, да, благодаря его увлечению на тот момент группой «Продиджи» в песне «У нас не догонятся» появился тот самый «Брейкбит», да, которого не было в первоначальных версиях. И он написал о том, что он приезжает в город Минск, и если я не против, мы можем с ним встретиться. И я был безумно счастлив, конечно, и мы встретились с Лешей и с Лешей Жаркевичем, и с тех пор в общем, он меня провел как-то вот, он мне дал какие-то сначала дал мне имейл Лены Кипер, потом мы с ней обменивались какими-то, я писал кучу разных писем, постоянно закалюбывал ее своими письмами, она иногда высылала мне какие-то эксклюзивные фотки свои для сайта, иногда мне там рассказывали какие-то новости, и в какой-то момент она мне оставила свой телефон, и мы с ней даже несколько раз созванивались, я чувствовал себя просто на седьмом небе от счастья, мне кажется, я начал ее доставать звонками, но в 2004 году, в общем, не заметить то, что сайт пользовался огромной популярностью, было невозможно, и Лен пригласила меня в 2004 году стать администратором на зарплате уже ее собственных проектов, в частности, вот, да, Ромашки, Саши Рябининой, солистки группы, и я приехал в офис Universal для того, чтобы взять, у группы Ромашки на тот момент был контракт с группой Universal, я приехал туда, чтобы взять, значит, гонорар свой, да, во-вторых, материалы, там, со всяких харддисков, переписать на диски к себе, чтобы было чем обновлять сайт группы Ромашки, и это была очень странная встреча, вот, я мечтал, конечно, сделать фотографию с Леной Кипер, очень, прям, хотел с ней поговорить много, но у нее вот в этот день было не очень хорошее настроение, и она отказалась со мной сфотографироваться, я был безумно расстроен, и встреча произошла, да, мы начали работать, и в общем, как-то так я постепенно, постепенно ввязался в, да, в, как говорится, стал частью, да, вот этой семьи и создатели группы Тату, и было много, было много разных историй, я, наверное, не буду о них рассказывать, если по хронологии проходить, то в спустя несколько месяцев Лен забеременела, и мы перестали работать, потому что, да, Лена ушла в семью, в создание семьи, и проектами тогда мы не занимались вместе, и когда, и когда я, я несколько раз пытался переехать жить в Москву, вот, и в один из таких приездов, мне, по-моему, на тот момент уже было 21, где-то так, и или 20, да, где-то 21, это был концерт Тату, один из последних концертов группы Тату в Бакарде Билайф, я до сих пор помню этот концерт, когда я простоял несколько часов на улице, ожидая, что меня пропустят, но меня не пропустили, и я, получается, не смог попасть на последний концерт вот той самой группы Тату до распада, и потом смотрел в интернете эти видео, очень сильно переживал, как же правильно тут, в какой-то момент, наверное, где-то в году так, может быть, да, в 2010-м случилось полное какое-то отторжение этого коллектива, вот, когда до меня дошло, да, что это, ну, что Лена и Юля никогда себе не принадлежали в этом проекте, что они говорили, то, что им нужно сказать, что это не были их точки зрения, да, и когда ты понимаешь, когда ты проходишь вот эту вот стадию того, что все это, вообще все это было запланировано, подстроено, да, спродюсировано, как-то, мне, я помню, мне было очень обидно, когда я понимал, что мое детство было сделано из обмана, что все, что они говорили, что все, что они озвучивали, не было их мыслями, не было тем, что было по-настоящему, вот, и, ну, конечно, я не мог не воодушевляться тем, как это было сделано, это было сделано мастерски, и я вместе, я помню и 2005 год, первое появление после целого года отсутствия, когда они записывали второй альбом, когда была песня Обезьянка 0, когда на премьере песни Обезьянка 0 включили интервью с Кристиной Арбакайте, я это очень хорошо помню, все, мы сидели с подругой дома, у телевизора, смотрели эту премию, вот, очень сильно смеялись, когда мы долго шутили на тему того, что же споет тату в 2005 году, все-таки я сошла с ума и нас не догонят или все-таки новую песню споют, и когда началась играть я сошла с ума, у нас была просто истерика, мы смеялись как сумасшедшие, а потом началась песня Обезьянка 0 и на втором куплете было интервью с Кристиной Арбакайте, который вот, и хотелось просто, это было очень жестоко в общем, и постепенно, постепенно разочарование, разочарование, когда понимаешь, что это продюсерский проект, вот где-то, когда уже подошло к окончанию, потом еще применялся продюсер, был Борис Рянский, потом еще Женя Воеводина пиаром занималась абсолютно так, что раздражало всех абсолютно поклонников, вот, и как-то это все начало сходить на нет, и из той самой большой-большой любви это все превратилось в какой-то такой комок разочарований, я помню, что вот тут действительно были такие классные поклонники, многие из этих ребят сейчас сами создатели песен, авторы, творческие люди очень очень серьезные и сильные и да, многие из ребят, которые писали песни для тату, присылали и пытались впоследствии поработать с Иваном Шаповаловым сейчас пишут песни для топовых авторов, для топовых артистов как авторы, да, и все вы знаете прекрасно и Гену Дудина, и Кирилла Павлова, и многих-многих других, которые тоже были взросшены на музыке группы Тату, это все-таки событие, явление и этого отрицать абсолютно нельзя, вот, что хочется сказать, в какой-то из раз, когда я приезжал в Москву, по-моему, тоже в этот период 21-го года, я оказался на вот та самая студия «Ледокол» Иван Шаповалов, в которой он записывал артистов, и я помню, что мы оказались с моим другом ангелом на этой студии, он меня туда привел и там была такая прикольная значит операторская рубка, я не знаю, прям посередине этой студии с компьютером, и она была оцеплена такой большой сеткой с этими с ну, такой сеткой рабицей сверху с колючей проволокой, и я помню, что я был настолько сумасшедший отбитый поклонник, что я поздней ночи уже, когда там все устали, разбрелись, кто куда спать, разбрел, я решил перелезть через эту ограду и в эту рубку через верх, через эту колючую проволоку решил перелезть, чтобы послушать на компьютере, а вдруг а вдруг там есть какие-то песни неизданные группы тату, вот, и когда я перелез, я действительно мне это удалось сделать, сейчас рассказываю, так стыдно, очень стыдно, когда я перелез, во-первых, комп был заблокирован, ну, конечно, он был на пароле, я не знаю, о чем я думал, вот, а во-вторых, проснулся Ваня, вот, и сказал, ну что, перелазь обратно, как залез, так и вылазь обратно, типа, я тебя не выпущу, в общем, я перелез обратно, так же через верх, там, чуть-чуть не подрал себе эти свои штаны, куртки, вот, и нас вместе с Ангелом дружно оттуда выставили из этой студии, ну, точнее, не нас, а меня выставили, Ангел со мной вышел просто за компанию, и мне было очень-очень стыдно, и я надеялся, что Ваня больше, что Ваня не вспомнит никогда эту ситуацию, потому что вокруг него большое количество людей, что он не запомнит, что это был именно я, вот, у меня с собой не было никаких ни флешек, ни дисков, я бы не смог бы ничего не переписать, ни, даже если бы компьютер был разблокирован, я бы не смог никаким образом зафиксировать то, что я бы там смог найти, но, конечно, это было не очень, очень-не очень, я поступил, ну, ребенок, ну, что сделаешь, сумасшедший ребенок, сумасшедший ребенок фанат. В общем, в 2014 году я переехал в Москву, у меня случился мой собственный музыкальный проект, и мы снова начали работать с Леной Кипер, к тому времени они с Ваней наконец-то помирились, ну, не помирились, а начали пришли к тому, чтобы друг друга, пошли друг другу, в общем, навстречу, да, это путь, да, это все не за один день происходит, они начали этот путь свой, и я хорошо помню, это был день рождения Лены, и как же этот, как же этот караоке называется на Китай-городе, где мы все сидели, в общем, пока мы ехали на, на этот, в этот караоке, на переднем сидении сидела Лена за рулем, на боковом с ней сидел Ваня, а сзади сидел я, и по правую руку сидела моя подруга Марина, вот, с которой у нас тоже у нас вообще своя история, жизнь постоянно перебрасывает в разные точки мира, но мы все время как-то оказываемся рядом в одном информационном поле, и Марина всегда была как-то ближе с Ваней, а я всегда был поближе с Леной, и так получилось, что мы ехали вместе в одной машине и снова с ней встретились, вот, это было очень символично, в общем, я ушел на другую тему, я хотел поговорить о том, что во-первых, я считаю, что когда про 14-й год хочу сказать, что когда вы, да, когда у вас сложные взаимоотношения друг с другом, важно окружать себя, конечно, конструктивными людьми, я обратил внимание, что у Лены Кипер тогда была задача не помирить девчонок, а просто пронаблюдать за ними, как они будут ссориться, вот, мне кажется, что это мое абсолютно никому не нужное мнение, но вот если вы, да, продюсер же для чего нужен, да, для того, чтобы не просто выжить из коллектива до последней соки, да, а для того, скрепить его для того, чтобы вы работали дальше вместе, если бы, я не знаю, кто должен был это сделать, Лена, Ли, либо кто-то, да, у каждого из артистов, там, было много менеджеров, там, да, и Катя Дорош, и Ольга Руденко, да, у Лены, все они могли каким-то образом, там, да, повлиять на, на то, чтобы девчонки не, не ссорились ради, да, конечно, получились классные, классная реалити получилась, да, классные какие-то видосы вышли после этой, после этой ссоры, много сюжетов и так далее, да, но, возможно, если бы их удалось помирить, произошло бы намного больше прекрасных, да, дать им возможность поговорить и не, не упиваться вот этой ссорой, да, а объединить каким-то образом, возможно, можно было бы как-то избежать всех следующих этих последующих лет расставания, и мне за эти много лет с самими Леной и Юлей, я пару раз виделся с Юлей, и это были разные обстоятельства, один раз мы находились вместе на студии, когда Юля записывала мне кажется, что это была песня «Она не я», и одна из сессий этой записи, и в общем, на тот момент менеджмент еще очень сильно скрывал про то, что у Юли проблемы с голосом, вот, я бы сказал неправильно, я бы сказал не проблемы с голосом, а то, что у нее сейчас голос, который очевидно не в ресурсе, я бы так сказал, и Юля очень сильно относилась с осторожностью к безопасности своей, относительно того, насколько люди будут об этом говорить, пить, или, в общем, как-то, если кто-то не помнит, то, мне кажется, до 14-го года никто не так ярко не акцентировал внимание на то, что у Юли есть проблемы с голосом, вот, да, что у нее голос сейчас, да, требует, требует отдыха, требует внимания, да, и, хотя эта ситуация происходила уже с 2009-го по-хорошему года, да, уже пять лет это как бы было всем очевидно, да, но в СМИ это никак не позиционировалось, пропускалось, да, никто вслух не говорил, Юля, что с твоим голосом, все говорили, ой, все, все прекрасно, да, я когда пою, голос другой, и я хорошо помню, что Юля тогда, я на тот момент работал с Леной как ассистент, и Юля попросила, чтобы никого не было в студии, кроме Лены, вот, и я помню, меня это очень сильно расстроило, потому что, почему ко мне нет доверия, сейчас я понимаю, потому что, ну, как бы, из чего она должна ко мне быть, если я человек, которого ты видишь в первый раз в жизни, да, даже, даже если ты ассистент Лены Кипер, а в будущем, и еще один раз мы виделись на вечеринке, вот, Лена тогда работала на проекте главная сцена, и все, все репетиции проходили в таком загородном доме студии, и где периодически устраивались разные мероприятия, и вот на одно из таких мероприятий приехала Юля со своим папой, и она сказала, я сейчас пойду включу песню, я включу сейчас вам такую песню, и она пошла включила песню Coldplay The Sky Full of Stars, это я помню, это, я подумал, блин, мне тоже нравится эта песня, это прикольно, и было видно, как она прям получает удовольствие от этого процесса, мне всегда казалось, что мне немножко было всегда сложно понять Юлю, потому что было видно, что она человек перенасыщенный вниманием, перенасыщенная оценками, чужими мнениями, да, и как будто бы она все время и закрыта, и супер открыта одновременно, это, это был другой, другой левел общения, который мне на тот момент был совершенно непонятен, незнаком, и я был в таких достаточно смешанных чувствах от этих встреч, поэтому старался, пытался дать себе время подумать на этот, на этот счет, и особенно после всех заявлений про про ориентацию, я понимаю, что это все пиар-ходы и так далее, и так далее, но тем не менее, да, пиар-пиар, а жизнь продолжается, да, и мне, конечно, как гею было очень неприятно слышать от человека, который много лет пользовался имиджем ЛГБТ, для того, чтобы продвигать свое творчество, о том, что быть геем, это ненормально, вот, и это все накладывало, конечно, свое, свое, да, штампы, да, на восприятие этих людей, и такая, из очень-очень большой любви, это все выросло в какое-то такое гранитовое сердце по отношению к группе, и как-то я даже считал, что, ну, и хорошо, я перерос, и даже не хочу ни, не разговаривать, не слушать, не включать, хотя, если, я не знаю, мне кажется, если в часах, там, да, пересчитать, сколько я слушал группы Тату, Тату, то, ну, это будут просто года, года, посвященные группе Тату, вот, я вспоминаю свои переписки в детстве, у меня были подруги по переписке, тогда не было интернета, да, люди переписывались на листочках, отправляли письма по почте, ждали эти письма, и у меня, мои письма состояли из того, что, привет, у меня все хорошо, а вот у группы Тату вот сейчас произошло это, а вот это еще произошло, еще вот это, а я думаю на этот счет вот то, а я думаю на этот счет вот это, вот, и сейчас, сейчас, когда, скажем так, когда произошел конфликт между Леной и Юлей в 2014 году, я вообще неправильно вставать на какую-либо сторону, это вообще не мои отношения, не мои отношения, я не могу даже примерно знать и предполагать, как они, что там было на самом деле, да, и вставать на чью-то сторону, ну, это как минимум, так нельзя делать, так нельзя делать, нельзя давать оценки чужим отношениям, если ты являешься участником, ты можешь либо поддержать, либо остаться в стороне, а принимать чужую точку зрения, мне была ближе точка зрения Лены, но я не, сейчас я понимаю, что не нужно поддерживать никого, либо другого, ни одного, ни другого, это их вообще личные дела, влезать в чужие конфликты, но это не, ну, это правда, я уже много раз на этом обжигался за свою жизнь и понимаю, что это ни к чему хорошему не приводит, поэтому сейчас, конечно, я честно скажу, я полностью поддерживал желание больше никогда не возобновлять эту группу, не потому, что я не хотел и не хотел снова окунуться в ностальгию из детства, хотел, конечно, я видел огромное количество перспектив для этой группы и возможностей для развития, но я понимал, что с тем менеджментом, с тем отношением, с тем, с вот этой бронзовостью, да, бронзовением, которое было, что у Лены, что у Юли, да, мы звезды, и мы уже не готовы продолжать ни экспериментировать, ни, в общем, готовы ехать на старом паровозе вперед, или на старом грузовике, да, из, ну, это не грузовик, как он там правильно называется, в общем, из клипа нас не догонят, поставят, все, ехать и ехать, продолжать на нем ехать, я считал, что это будет не самое верное решение для группы, но кто я такой, чтобы что-то там предлагать или решать, или это их право, я только как зритель могу либо включить эту группу, либо не включить ее. И, конечно, когда спустя шесть лет, многие говорят о том, что, да, позиционируют, вот, в четырнадцатом году последний раз они выступали вместе, но все, ну, как бы, мы-то с вами знаем, что последний раз Лена с Юлей выступали в 2016 году на концерте «Не посет», да, и несмотря на то, что прошло тоже много времени, да, шесть лет с того момента, не вижу никакого смысла как бы упускать этот момент из летописи, потому что это было. И когда произошел этот анонс, первая, конечно, мысль, которая пролетела у меня в голове, была, «Ух, сколько ж им там денег уже предложили, так что они аж решили объединиться вот ради этого концерта, думаю, ну, уже такая сумма, что они не смогли отказаться даже уже спустя столько лет, да, когда уже показалось, что в принципе они уже вполне себя уютно чувствуют друг без друга, хорошо, но оказалось, что нет, можно еще как-то проявить, зацепить интересом, то есть искренности в том, что они подружились, помирились, сошлись самостоятельно, не было, вот. Конечно, так как я, да, все это происходило в моем родном городе Минске, на стадионе «Динамо», я подумал, вообще, я думаю, важно будет сказать, в контексте войны, да, об этой истории, потому что я понимаю, что я не имею права навязывать свою точку зрения кому-либо, но мне было, я же говорю о своих сейчас чувствах, да, я не заставляю, не требую от группы делать то, что нужно мне, они вправе делать то, что они считают нужно, но мне показалось, мне очень сильно хотелось, чтобы они, конечно, заявили свою позицию, да, сказали о том, что, что они против войны, да, вспомнили о своих майках, хуй войне, да, конечно, требовать от них этого, как минимум, неправильно, просто потому, что, как я уже говорил выше, этот проект был спродюсирован, хуй войне, в Ираке, сказать, написать на майках, было не их решение, и, возможно, им, в принципе, было вообще все равно по отношению к Ираку и так далее, может быть, они просто в это не погружались, да, поэтому требовать от того, чтобы они сейчас точно так же смело сказали, высказались относительно России, особенно находясь в своей родной стране, да, по поводу войны, конечно, было бы приятно, конечно, если бы они это сделали, я бы, это был бы такой внутренний респект, но, я понимаю, что, и такая пробежала мысль, да, ну, конечно, вот поехать в Америку, это вам ничего не стоит, конечно, написать на майках, в войне, а как в вашей войне война случилась, так что же вы, молчите-то, была такая мысль, я не скрою, но, я взрослый человек, я прекрасно понимаю, что, карьера есть карьера, не у всех есть силы для того, чтобы начинать ее с нуля, Лена уже пыталась, там, в Америке, да, и я прекрасно понимаю, и она прекрасно понимает, да, чего это стоит, сейчас у нее случилось какое-то такое, прям, второе, второе пришествие, да, популярности, да, СМИ хорошо ее анонсируют, пишут у нее концерты, и взять дети, да, она, там, добытчица в своей семье, ну, сейчас уже, там, она счастлива замужем, но тем не менее, требуется человек, чтобы рискнуть, там, да, заявить о своем отношении к войне, может быть, у нее и нет такого отношения, да, как я от нее жду, да, и при этом рискнуть, отказаться, ну, то есть, быть лишенной всех концертах, всего заработка, ради того, чтобы какому-то мальчику или дядечке Сереже захотел, чтобы он был счастлив от того, что она высказалась на эту тему, так как ему это было нужно, я не имею права требовать, я прекрасно понимаю, точнее, я бы так сказал, я не знаю, как бы я поступил, имеючи гастрольный график в этой стране, там, да, заказы, интервью, концерты, смог бы я молчать ради заработка, или не смог бы, это личное дело каждого человека, конечно, это не сыграло в плюс мне, да, и когда я увидел афишу концерта 3 сентября, эмоций у меня было ровно ноль, кроме, вот, кроме той, что сколько же им заплатили, да, но, во-первых, какая у меня, ну, что считать, что считать чужие деньги, но в какой-то момент, да, Беларусь страна агрессор, ну, точнее, президент Беларуси агрессор, да, и Тату до сих пор не высказали никакого мнения относительно войны, и как-то как будто все, все как будто бы ничего не происходит, да, просто концерт, просто шоу, воссоединение группы, все это было для меня слишком как-то, слишком, даже, даже вот какая-то радость за вот, воссоединение не переполняла меня, просто потому, что я, ты ждешь от группы Тату не просто того, что они споют вместе какие-то песни, а то, что они заявят какую-то точку зрения, вот, да, опять-таки, ваши ожидания, да, это ваши, как-то, ваша ответственность, или что-то такое, да, в общем, никто не обязан осуществлять мои ожидания, да, но в процессе, да, конечно же, когда появился этот слух про то, что там Тату споют на этом концерте новую песню, как-то сердце начало таять, да, и ты постепенно ждешь, как-то вот, начинаешь, понимаешь, что ждешь уже эту дату, а ты думаешь, а что будет, а потом друзья у тебя начинают туда приезжать, потом у тебя ностальгия, ты сидишь в Лос-Анджелесе, и вспоминаешь свой любимый старый город, в котором ты родился и вырос, да, и конечно же за последних несколько дней я уже прям ждал этого концерта, я хотел его посмотреть, и даже думал, запишу я свои впечатления об этом или не запишу, мне будет все равно, и когда 3 сентября наступило, я действительно ждал, ждал, смотрел эту трансляцию ВКонтакте, и я не могу сказать, что я очарован или разочарован, я посмотрел на это как на кейс, да, конечно, я взрослый человек, и уже много чего знаю, да, про эту группу, про то, как там все устроено, я понимаю, что ждать от них чего-то, чего-то супер космического, наверное, сейчас уже не нужно, вот, и исходя из этого, я не очаровывался, да, и прекрасно понимаю, там, и историю с вокалом, и историю в целом со взаимоотношениями, там, да, мне просто хотелось узнать, это как вот, как серия, там, да, выходит новая серия любимого старого сериала, и ты понимаешь, точнее, там, или новая часть какой-то любимой франшизы, и ты понимаешь, что она с каждой частью становится все хуже и хуже, но ты все равно посмотришь ее с надеждой на то, а вдруг станет лучше, а вдруг все-таки мы сможем мы сделать все как бы, как в первый раз, там, да, новую аудиторию, да, во-первых старую, там, во-все видит, потом новую, да, как-то к себе притянуть, и все равно ты смотришь, а если ты смотришь, неважно, какие эмоции ты испытываешь, хорошие или плохие, это всегда рейтинги, я это прекрасно понимаю. Я не, я не буду рассуждать, не буду я браться, там, на тему того, там, я видел эти обсуждения, того, что они выглядят, там, счастливыми друг с другом, или, там, они готовы, там, что они холодны, не холодны, я не буду, мы все прекрасно знаем, как, как Лена и Юля умеют скрывать свои настоящие чувства многими годами, и поэтому ради заявлять, о какой-то дружбе или о каких-то теплых чувствах, возобновленными, оплачиваемым концертом, большого коммерческого мероприятия, я бы, конечно, бы не стал, поэтому хочется сказать о том, что, если, я получил тему, да, благодаря этому выступлению, я получил новую тему для своего видео, каждый получил что-то свое от этого выступления, хотя бы за это нужно сказать им спасибо, да, о том, что они взбодрили нас, воодушевились, что-то, что-то произошло, да, хочу сразу сказать по поводу Америки, раз уж я здесь оказался, и раз уж я, да, имею возможность здесь находиться, и я, конечно же, я был в нескольких музыкальных магазинах, и пытался найти хоть что-то с группой Тату, вот, синглы, там, альбомы, винил, что-либо, да, выходил по культовым, большим, огромным музыкальным магазинам, и так или иначе, хочу сказать о том, что, во-первых, ничего не нашел, я не знаю, хорошо ли это, или плохо, да, ни в распродажах, ни просто где-то так, найти что-то сейчас в Америке, связанное с группой Тату, мне, ну, в Лос-Анджелесе нельзя, вот, в интернете ты, конечно, можешь заказать все, что угодно, вот, я часто опять-таки, хожу в этой футболке, и меня спрашивают, кто это, я говорю о том, что это Тату, и я понимаю, что люди не знают, кто это, вот, иногда, когда я им включаю лос-Андж сет, или начинаю напевать, они мне говорят, а, да, 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 я помню эту песню, вот, но, это в основном ЛСГБТ-сообщество, несмотря на то, что сейчас песня снова в ТикТоке, и вроде как, много кто ее перепевает, ну, вот такого бума я не вижу, да, я не вижу, чтобы здесь, может быть, я не в том бабле нахожусь сейчас, да, но, хотелось бы сказать, да, просто о том, что, я сюда ехал тоже с ощущением того, что Тату самая известная российская группа в мире, которую до сих пор помнят и ждут, и я для себя здесь увидел о том, что к моему большому сожалению это не так, это не так, и нужно, ну, то есть, это не к тому, что это невозможно снова вернуть эту память, это все возможно, ну, то есть, над этим надо работать, и память нужно восстанавливать, да, нужно делать какие-то мероприятия, то есть, это не будет просто прекрасно, здравствуйте, мы вернулись, мир движется вперед, да, и огромное количество артистов, появляется новых, поэтому вернуться в Америку, если у группы будут такие амбиции, для этого нужно будет хорошо поработать, и я им от всей души этого желаю, хочется, что еще хочется сказать, в Мексике, кстати, Лену и Юлю, там узнаваемость там была намного выше, и это действительно интересно, и как это работает, я не знаю, но действительно, там, меня спрашивали, «О, я помню, а ее зовут, по-моему, Лена», вот так вот мне говорили, то есть, это прикольно, это прикольно, и столько лет спустя люди интересуются, вспоминают, у группы «Правда» есть еще, есть огромное количество, мне кажется, возможностей, которые они могут сейчас реализовать, вот, готовы ли они к этому, это уже к ним вопросы, вот, я думаю, что лояльная аудитория, я понимаю, что как бы я там не злился, или как бы я не обижался на эту группу в прошлом, я понимаю, что это уже часть моей жизни, и так или иначе, буду ли я расстроен их выступлением, или я буду обескуражен их выступлением, я все равно буду смотреть за этим сериалом до конца своей жизни, как-то грустно звучит, в общем, всю свою жизнь я буду наблюдать за группой «Тату», вне зависимости от того, как развивается их судьба, но, как бы, таких поклонников не так много, на таких поклонников далеко не уедешь, поэтому нужно продолжать завоевывать аудиторию новую, и я им желаю этого от души, они веселые девчонки с веселыми событиями в жизни, пускай все будет классно, и я честно скажу, что как-то я много рассказал не того, что хотел, вот, это дает нам почву еще поговорить на эту тему в следующий раз, если вам будет интересно, можете позадавать какие-нибудь вопросы, или, в общем, о чем-то спросить еще, связанном там, в общем, да, позадавать вопросы, я могу рассказать что-то еще интересного, об этом замечательном времени, вспомнить, правда, есть что, но сейчас я пока, да, буду заканчивать это видео, пока еще, да, сколько там, еще, 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 3 сентября не закончилось, поэтому вы увидите это видео уже четвертого, обновления на моем канале выходят каждый день, поэтому, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, будем вместе находиться на, на связи, внизу моей социальной сети, мой сайт, можете поближе познакомиться со мной, будем на связи, давайте, дружить, и группе Тату, 40-летие, 50-летие, 60-летие, в общем, лет долгих лет жизни, ха-ха-ха-ха,